Все на местах, однако открыть дверь, из-за которой доносятся эти странные звуки, никто не решается. Голос за дверью принадлежит Троттеру. Первый в этом году выпускник Велеса готовится к отправке в лес. Наконец, звучит команда на старт. Раз, два, три, поехали. Троттер это тот самый лосенок, которого год назад люди спасли, по незнанию забрав у матери. Накормили ядовитым для всех диких малышей коровьим молоком, а когда тот начал умирать, сдали в реабилитационный центр. Нифига, так он здоровый. Лось-то? Конечно. Ему годик сила. Так это самое, а метр восемьдесят сказали. Лось вырос, и теперь ему место в лесу. Однако его еще надо загнать в транспортный контейнер. А домашние несахаты демонстрируют нехарактерный для лесных собратьев интеллект. Именно сегодня Троттер, который весь год, что провел в Белесе всегда первым, вылетал на прогулку, сшибая волонтеров, почему-то пропускает вперед своего друга, альпаку Беж. С аппетитом, радостно поскуливая, Бежи поедает заготовленную для лося приманку. Все приходится повторять сначала. Полчаса спустя Троттер все-таки соглашается зайти в перевозку, но в последнюю секунду мужество оставляет его. Лось мечется в контейнере, тот угрожающе раскачивается, друзья выпускника не скрывают переживаний. Им будет его не хватать. Сотрудники реабилитационного центра, напротив, довольны. Происходит именно то, ради чего и создавался Белес. Здоровое животное возвращается в природу. Вряд ли я буду всегда скучать о нем, потому что он отправляется в место, где ему будет хорошо. Здесь ему было тесно, ему нужно большие пространства, ему нужен лес. Поэтому я рада, что он уезжает. Троттера забрало частное лицо, пожелавшее остаться неизвестным. По нашим сведениям, лось будет жить в приватном заповеднике на острове, где-то в районе Выборга. Там уже обитают несколько велесовских выпускников. Животное это пятое, которое мы туда отправляем. Туда уехали морал, яки. Это частная территория, мы побоялись Трошу выпускать сразу в лес, потому что он очень привык к людям. И он сейчас уехал на частную территорию, это в 400 гектар частная территория. Поэтому он будет под присмотром. Кстати, в центре осталось еще два лосенка. От того, как пройдет репатриация Троттера, зависит их будущее тоже. И впредь Велес планирует отправлять своих копытных в частные заповедники на полувольное содержание, чтобы у них все же была возможность уйти в настоящие леса. Итак, этим малышам дали второй шанс жить и подарят свободу. А уж как распорядиться подарком, решат они сами. Юлия Васильева, Михаил Марков, Вести Петербург, из Ленинградской области.